Под занавес карьеры в госдепе Джен Псаки, которая 1 апреля переходит в Белый дом, а оттуда в декретный отпуск, пришлось выступить в роли кинокритика. На очередном брифинге она попыталась рассказать журналистам, как в Вашингтоне истолковали документальный фильм канала «Россия-1» «Крым. Путь на родину», посвященный годовщине известных событий. Псаки назвала ленту признанием российского руководства в насильственном захвате и оккупации полуострова, сославшись на слова Владимира Путина о том, что на территории Крыма действовали российские вооруженные силы. В свою очередь, корреспондент «Ассошедед Пресс» Мэтью Ли оперировал не домыслами, а фактами. Так выяснилось, что Псаки то ли снова запуталась, то ли не хочет признавать очевидного. Да еще и с географией у нее опять беда. Русские раньше отмечали, что, конечно, их войска были в Крыму на российских базах, и что они там находились законно с разрешения правительства Украины. Считаете ли вы, что те российские войска, которые были в Крыму, по договоренности с Киевом перед референдумом, на самом деле, оккупировали эту территорию? Конечно. Если помните, мы тогда это уже комментировали. У нас сразу возникли опасения по поводу вовлеченности российских военных в то, что происходит на востоке Украины. Да, но мне кажется, что если, как вы говорите, они насильно захватили, оккупировали, то они должны были бы сделать нечто большее, чем просто быть там, ведь они находились на этой территории на законных основаниях. Но я думаю, вопрос в том, откуда взялась техника, материалы, подготовка. Вы говорите сейчас про восточную Украину, не про Крым? Да. Нет. То есть я говорю и о том времени тоже. Также Псаки добавила, что санкции, введенные после вхождения Крыма в состав России, не снимут до тех пор, пока полуостров не вернется Украине. На что пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Крыму, как одного из регионов Российской Федерации, это внутреннее дело нашей страны и, следовательно, никакому внешнему обсуждению не подлежит.